Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях мой друг со своей семьей, со своими детьми, майор Борисович. Ну, для меня, наверное, можно просто майор. Он у нас представитель бурятской национальности, сын степей, практически прямой потомок Чингисхана. Он сегодня нам покажет, как готовится национальное блюдо бурятов, называется буузы. Ну, это по-вашему, да, мои буузы? Ну, это примерно как манты, наверное, наши. Да, семейство одно и то же. Ну, вот он нам расскажет, как это все делается и покажет. Ну, мы, наверное, начнем с того, что представим сначала. Это мой сын-инцидент, это моя дочь Намина. Мы приехали, наша мама не смогла с нами приехать. Бывает. У нас проблемы со спиной случились. Буквально, причем вчера утром. Это все произошло очень быстро и резко. Но, тем не менее, мы являемся посланниками ее доброй воли тоже. Всех поздравляем с наступившим новым 2019 годом. И вот маленький такой оберег. Вот я ездил тут недавно, в гости на Камчатку. Вот такая маленькая, что это ваша семья. А, да, шо, как? Ну, это на шее носить вот так вот? Ну, уже, чтобы не селось. Да, вы как хотите. Ну, повесим. А это у нас, вот так мужчины здороваются, когда разговаривают. Встречаются, подводят итоги при редких встречах. Это как бы нюхательный табак. Вот так его немножко сюда насыпают. Как кокаин? Ну, так чуть-чуть. Я говорю, здравствуйте, дай руку правую давай. И берешь правую. Да, правую. Нет, здоровайся. И как бы берешь заодно и спрашиваете. Здравствуйте, как прожили этот год? Как зимовали? Тучные листода, множится ли скот, живы ли здоровы? Стода поредели. И ты вот так берешь, насыпаешь и в это время отвечаешь. На левую руку, да? Да, ну вот сюда. Все. Ну, жили хорошо там. Жили неплохо. Год был результативный у нас. Много чего интересного произошло. Стать нельзя, да? Ну, я отдаешь потом это. А, другим? Ну. Скажем, другим, да? Да, мужчине. А, мужчине. С вопросом. Ну, вот так вот чуть-чуть. Да, ну, это типа нюхательный табак. Ты уверен? Да. Да, хорош. Все, прочищаю. Это индийский табачок, если хотите. Да, прикольно. Ну, потом. У нас ламы его нюхают. Ну, это буддистский священник. Не говорят, кто его это, периодически у них нет инсультов. Кто его нюхает? Да. Там, гаймариидов-то, новочек. Что-то там. Да, интересная. Все растительное происхождение. Интересная традиция. Ну, сегодня мы решили приготовить, встретившись со Славой, заранее до этого. Можем ли мы что-нибудь снять? Мы решили, что в бурят есть много, что показать. Начиная от элементов песен, танцев, заканчивая борьбой и кухней. Но так как мы находимся в формате съемок, в домашних условиях, мы решили ограничиться согласно уставному нашей кухне, да, передача называется. Ну, да. И решили вот один элемент из много такой составляющих элементов национальных блюд приготовить, ну, одну, пожалуй, из самых основных, как бузы. Самое распространенное? Ну, как бы самое распространенное, да. Да, изначально это является, ну, большой азиатский континент принимает и готовит это блюдо. В частности, вот, в Китае там он известен как баоцзи или баоцзи, как правильно. Угу. Ну, в России он больше там как манты, наверное, известен. Козы. Козы, химкали. Да, да. Ну, это производный, готовится на пару. Прошу всем зрителям быть не такими строгими. С нами нет нашей мамы, которая все это сделала бы лучше моей жены, имеется в виду. Но мы уж так попробуем сделать, как сможем. Прошу вас не судить строго. Ну, да. Мы попытаемся сделать классику, нарезав все это дело маленькими кубиками. Принцип такой, что это блюдо готовится на пару. Ага. Числок можно. Да? Добавляйте? Да. Тут таких именно, таких строгих травм. Определенных канонов, законов нет. Тут уже ключевое здесь, конечно, мясо, тесто, на пару, а уж составляющие. Тесто у нас пельменное, правильно? Да. Тесто у нас пельменное, правильно? Тесто у нас зима, у нас вирусная инфекция на улице, поэтому лук нам не повредит. Лук содержит или засомальные ферменты, которые сейчас уже переваривают волокна мяса, или тучие фитонциды содержат, борющиеся, убивающие вирус гриппа. Так что лук для нас и не только как вкусовое, но и как лекарство. Это болезнь. Ну да. Так, соль. Вот все. Давай соли. А как? Скольные руки. Ну, я скажу. А то пересолим. Будем солить на слух. Давай еще. Перец черный. Вот он. Так, на слух послушаем. Надо еще чуть-чуть посолить. Вроде не говорит нормально. Да, на слух. Да, на слух солить. Слушай, ну мы пересолим вот. Это меня отец торбучил. На слух солить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 После наших вкусных буз, так скажем, бузей для друзей, я по традиции спою одну из своих песен «Ипотека». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok